В наших программах мы уже рассказывали о многодетной семье из Тверской области, ставшей участницей федерального конкурса названия лучшей сельской семьи. И сегодня мы продолжаем историю о том, как известная семейная столярная мастерская Поспеловых получила вторую жизнь после того, как в прошлом году многодетная семья потеряла любимое дело в пожаре. Месяцы восстановления и ремонта, и вот новая мастерская готова. Наша съемочная группа побывала в гостях у лучшей сельской семьи России и увидела новую столярную мастерскую. Инга и Денис Поспеловы – основатели семейной столярной мастерской. Они уже не один год проводят интересные мастер-классы для школьников, на которых учат детей столярному делу. В феврале этого года произошло несчастье – мастерская сгорела. Меньше чем за год многодетные родители смогли восстановить семейное дело. Открытие нашей новой семейной столярной мастерской – мастерской Поспелова. Ура! Добро пожаловать! Вместе с тремя дочками младшей нет еще и года. Они торжественно открыли обновленную просторную семейную мастерскую. Часть инструментов была утеряна в пожаре, поэтому Денис заключил социальный контракт, который выдается самозанятым или предпринимателям. Благодаря этой программе он смог закупить все необходимые инструменты и даже существенно расширить арсенал своих станков. Смог приобрести новый распиловочный станок. Я давно его хотел тоже, но в условиях старой мастерской он у меня не помещался, потому что он довольно много места занимает. Новый фрезерный станок, новый сверлильный станок позволяет сверлить довольно большие высокие заготовки. Стены оформлены фотографиями с мастер-классов, которые проводил Денис в школах. А центральное место в мастерской, конечно, занимают детские подделки. Сделали их старшие дочки. Мастер-класс заключается в том, чтобы из подготовленных деталей при помощи инструментов собрать вот такой вот светильничек. Это подставка под цветы. Этот мастер-класс направлен на обучение детей работе отвертками и пилой. На занятиях изготавливали вот такую вот вешалки для кухонных полотенец. Это семейная мастерская, поэтому многодетная мама также принимала активное участие в ее создании. Денис разработал безопасную методику по работе с инструментами, а Инга помогала в реализации и проведении занятий с детьми. Детям очень нравится. Самая главная цель, которую мы преследуем, это отречь детей от гаджетов и привить им любовь к ручному труду, показать, что своими руками можно изготовить полезные вещи. В планах у семьи участие в программе по ремесленному туризму, чтобы приглашать в свою мастерскую всех желающих обучиться столярному делу. Благо теперь и место позволяет, ведь прошлая мастерская была гораздо меньше. Отпраздновали открытие семейным чаепитим с тортом, который приготовила сама Инга. К слову, в доме много мебели и предметов интерьера, которые сделаны именно в семейной мастерской. Это и подставка под торт, и некоторые предметы декора, и даже детские кровати. Поэтому от этого в доме чувствуется особый уют. Теперь среди главных семейных праздников у Поспиловых в календаре будет еще один, второй день рождения, семейной столярной мастерской.